Я приветствую с новым днём, дорогих зрителей. Весь утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. О какой будет погода, мы сейчас узнаем. Карачаево-Черкесия. Ночью, кратковременный дождь, гроза в отдельных районах сильны. В сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы, в том числе и при грозе, 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, в горах минус 1, плюс 4. Днём плюс 14, плюс 19 и местами плюс 6, плюс 11. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью кратковременный дождь, гроза. Днём без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы, в том числе, при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днём плюс 17, плюс 19 градусов. Высокая пожароопасность. Более 400 начинающих фермеров получили поддержку по проекту «Агростартап» за последние 5 лет в Карачаево-Черкесии. Вместе с развитием фермерских хозяйств создаются и новые постоянные рабочие места на селе. Так, благодаря «Агростартапу» с 2019 года трудоустроено 430 человек. Они мечтали побывать в Карачаево-Черкесии. Ольга Волкова и Ирина Староверова во время церемонии открытия экспозиции нашей республики на выставке в форуме «Россия» решили поучаствовать в лотерее и выиграли сертификат в Донбай. Победителям предоставилась возможность бесплатно отдохнуть и добраться из их регионов в Карачаево-Черкесию. Чем запомнилось путешествие, расскажет Дарья Тендит. Ольга Волкова из Москвы и Ирина Староверова из Вологодской области до последнего не верили, что стали обладательницами заветной путёвки в Донбай. Однако по приезде все сомнения растаяли. Ольга и Ирина были поражены красотой этой местности. Последний день пребывания они решили прокатиться по канатной дороге. Поднимаясь выше, перед ними открывался вид на заснеженные горные вершины. Волшебная Карачаева-Черкесия приманивает своими красотами и создаёт магию мест так, что хочется сюда вернуться вновь и вновь. Девушки не могли подобрать слов, чтобы передать всю волшебную атмосферу зимнего курорта и кавказского гостеприимства. Перед глазами Ольги и Ирины развернулся уникальный панорамный вид на горы. Они делились впечатлениями и обсуждали увиденное. Впечатления у нас потрясающие. Впервые здесь оказавшись, нам понравилось буквально всё. Во-первых, замечательный воздух, красота, от которой мы до сих пор не можем отойти. И смотреть, и смотреть хочется. Добрые люди, кстати. И очень добрые люди, очень отзывчивые, замечательные люди. Они встречались нам буквально везде. Ольга и Ирина за три дня в полной мере ощутили все прелести горного отдыха. За несколько дней нахождения там жизнь туристок заиграла новыми красками. Ещё находясь в Донбайе, они уже стали планировать новое путешествие обратно. Ваш заповедник Тибердинский. В Тибердинске мы туда спустились. Там всё посмотрели. Всё-всё-всё обошли. Зверей покормили. Потом спустились. Нам сказали, здесь озеро есть. И мы, значит, каракюль озеро смотрели. Обошли всё озеро. Там пофотографировались. А обязательно вернёмся. Мы обязательно вернёмся. Мы изучим до конца. Мы хотим ещё съездить в Архыз. Нам очень хочется попасть на водопады. Дарья Тендит. Вести Карачаева, Черкесия. Донбай. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на абазинском языке», затем программа абазинской редакции. Более подробно о новостях сегодняшнего дня в следующем информационном выпуске в 14.30 вместе с Муратом Джанкиозовым. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи.